На приговор подсудимый Жамбыл Байгонов пришел в сопровождение адвоката. В ходе следствия и самого суда он находился под залогом и на процессе являлся без конвоя. Последние минуты перед оглашением экс-чиновник сохраняет внешнее спокойствие, иногда лишь скрещивая пальцы рук. И вот председательствующая судья Шара Бесимбиева оглашает вердикт. Жамбыл Байгонов признан виновным в предъявленных обвинениях. Ему назначается пять лет лишения свободы с конфискацией. Также он обязан оплатить ущерб пострадавшей стороне в сумме 27 миллионов тенге, оплатить все судебные расходы. Кроме того, впервые в судебной практике Шингента решено лишить чиновников всех государственных наград и медалей. Перечисление наград Байгонова заняло у судьи несколько минут. Лишить ордена Курмет. Обвинение в адрес Байгонова выдвинула одна из строительных компаний. В 2010 году фирма выиграла тендер на строительство сельской амбулаторной больницы. По утверждению дирекции компании, Жамбыл Байгонов, в то время руководивший хозуправлением областного Акимата, пользуясь своим служебным положением, вынуждал подрядчиков половину строематериалов отдавать на строительство частных домов, высокопоставленных чиновников. Приговором по Байгонову руководитель строительной фирмы остался удовлетворен. Я доволен судебным решением. Очень объективно. В суде было раскрыто, сколько преступлений совершил Байгонов, сколько он бандитов к нам присылал в 2010-е годы. Он получил заслуженное наказание. В настоящее время дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении еще ряда чиновников. После оглашения судейского вердикта, Жамбыл Байгонов был взят под стражу прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу. Наверняка осужденный подаст на апелляцию. На этого чиновника есть 15 суток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok